Ученые любят говорить о том, что они глобалисты. Это вообще как бы сейчас принято говорить. Но все-таки очень часто видишь, как человек с гордостью говорит, что его соотечественник что-то доказал. Это неискоренимая вещь. Поэтому на уровне ученых все равно есть конкуренция в том смысле, что вот это наша школа отечественная, а это не наша. И это везде. Во Францию поезжайте, там такой национализм в этом плане. Ну вот в мягкой форме. Французские ученые, во, как их на английский язык едва и едва переводили. И английский язык стал языком науки. И это огромная победа англосаксов. Просто чудовищного размера. Я не знаю, действительно несравнимое почти ни с чем больше. То, что они смогли свой язык навязать науке в качестве основного. Ну я бы не сказал, что конкуренции между странами нет там. Везде есть. Всегда есть понятие свой. Это совершенно базовая вещь. Человек, люди соревнуются, люди болеют за свою сборную. В футболе это норма, да, норма. Мы переживаем, что наша сборная ужасно играет в футбол. Это трагедия для нас, да. Что сейчас происходит с футболом? Это же ужас. Нам такое не снилось там даже пять лет назад. Ну, что мы теперь будем радоваться и говорить? Ну и что, зато испанцы хорошо играют? Или кто-то еще? Или герма? О, немцы сейчас, наверное, на высоте, да? Что мы будем говорить? Ой, ну зато мы должны радоваться немцам. Ну это же глупость, да? Мы же все равно за своих болеем. То же самое в науке. Это все глупость. Никогда такого не будет. Это глобальный мир, весь это выдумка. Ничего этого нет. Все равно каждый, он исходит прежде всего из своих. Он прежде всего радуется победам своих. Конечно, если вы оказались на чужой территории, и при вас ребенку там негритянскому плохо, вы можете его спасти, вы его спасете. Это нормально, это человечно. Но когда речь идет о том, что вот эта команда негритянская будет выигрывать чемпионат мира или Россия, конечно, лучше Россия, да? То есть как-то базовые вещи пытаются подвергнуть сомнению, абсолютно базовые очевидные вещи в нашем мире пытаются подвергнуть сомнению. Конкуренция между странами есть во всем. Начиная от спорта, кончая науки и геополитики. И если ты в русской культуре, значит, ты будешь за своих. Это норма. А если ты не за своих, это не норма, это ненормально. Значит, ты в противотоке находишься. Ну, находись, конечно, но просто надо называть вещи своими именами. В любой реке есть противоток. Ну, давайте назовем это противоток. Эти люди работают как бы против русской культуры, возможно, делая ее крепче тем самым. Субтитры создавал DimaTorzok